почему тебя унижают оскорбляет высмеивают или почему у тебя так много конфликтов жизни или периодично возникает но с какой-то все-таки частой интенсивностью что происходит почему у тебя возникают словесные конфликты сегодня мы об этом поговорим я дмитрий трофимов и вы находитесь на моем канале а канал о саморазвитии и сама прокачки друзья если в вашей жизни достаточно много конфликтов это говорит о том что вы именно вы да 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 провоцируете других людей на эти конфликты но провоцируете вы неосознанно подсознательно не специально но есть токсичные люди это акулы это хищники которые сто процентов вас будут атаковать если у вас есть эти признаки а есть люди которые в общем-то могут и не атаковать вас и могут не создавать с вами конфликт но вы все равно их провоцируете на это то есть они могут даже не хотеть но блин почему-то такой вы появляется такое желание что хочется как-то все-таки на вас надавить вы смеете застебать неприятно что это за признаки или что вы делаете такое подсознательное что люди провоцируются причины так первая причина я уже многое об этом говорил да это ваше тело при конфликте да самая главная причина это конечно же ваше тело если вы ваше тело постоянно сжимается вместо того чтобы расширяться и захватывать свое естественное пространство тем больше вероятность того что люди чувствуют что вы слабы и что можно с вами что-то сделать плюс вы еще сами можете провоцировать других людей то есть ваше тело зажато на вот это вот это одна из причин почему вас могут атаковать но это еще не все не все помимо того что ваше тело сжато это как ваше тело двигается в зажатом состоянии она пытается занять какую-то одну территорию какую-то одно пространство из этого пространства не выходить то есть вот эта зажатость она еще постоянно проявляется то что вы не двигайте своим телом мы находитесь на каком то вот в одном вот таком пространстве все вот отсюда во сюда мы не будем отсюда мы не уйдем ни не нет потому что страшно следующая причина это ваши руки руки постоянно где-то находится вот так сзади находится может быть или вы как-то поддерживаете вот эти жесты поддержки постоянно, да? Опять же руки находятся на состоянии, вот где-то на уровне вашего тела. Они не расширяются, они не захватывают пространство в том числе. Постоянно вот это нервничные пальцы, да, вот это все. Ноги там внизу трясутся. То есть ваше положение рук тоже о многом говорит. Если у вас постоянно вот эти поддержки, вот такие, да, если вы не захватываете пространство больше, это тоже влияет на ваше состояние. И таким образом вы проявляете свою слабость. И люди думают, если он слабый, значит я могу взять с него все, что хочу Следующая причина – это ваш подбородок Я тоже много говорил о своих видео, где нужно положение тела менять, чтобы быть более естественным Если ваш подбородок постоянно вот здесь, но при этом получается еще и ваши глаза в пол смотрят То есть мало контакта глаз, мы об этом тоже поговорим Но вот если ваш подбородок постоянно на уровне ниже горизонта То тем самым получается, что у вас опять зажимается тело Все вместе зажимается тело, плюс подбородок опущен И все это показывает вашу неуверенность И другие люди, они сканируют вас автоматически, они не задумываются Но они чувствуют, что вы слабы Помимо этого, это взгляд Если вы не контактируете с собеседником в глаза в глаза А очень часто еще, может быть, при контакте вы смотрите в глаза, а потом глаза опускаете вниз Вниз это тоже провоцирует других людей Не всех, но многих может провоцировать на конфликт Это тоже нужно учесть Еще одна важная причина Это страх конфликта То есть вы боитесь конфликтов Если вы боитесь конфликтов, значит будут появляться люди, которые вас будут атаковать Это очень просто Поймите, конфликт словесный Это как навык Если его тренировать, вы станете уверенным То есть если вы боитесь, например, боксировать, все, что нужно, это тренироваться боксом И в какой-то момент вы выйдете на ринг и сможете постоять за себя В конфликтах словесных то же самое Не стоит их бояться, потому что это всего лишь конфликт И в словесном конфликте тоже есть победители Но, конечно, нужно этот навык тренировать Тренировать, например, со мной, в моей практике можно тренироваться Можно отдельно тренироваться Уже на моем канале есть видео, как тренироваться Да, там техники есть специальные Посмотрите эти видео Но суть одна. Нельзя бояться конфликтов, потому что страх пахнет. И опять же, ваша зажатость тела, подбородок вниз, вот это нервоз, руки, вот это поддерживающие позы, взгляд ваш, страх перед конфликтами. Все это провоцирует других людей вас атаковать. Но это еще не все. Тон голоса. Если ваш голос тихий, если ваш голос зажат, а он будет зажат, если вы опускаете подбородок вниз, он сразу автоматически зажимается. Плюс, если ваши плечи приподняты постоянно, это тоже провоцирует людей на то, что с вами что-то не так и, скорее всего, у вас можно что-то отжать. Все это, ребята, нужно исправлять. Если вы это исправите, вы сразу увидите, что ваши конфликты резко сократились. Опять же, напоминаю, как это исправлять? Смотреть все мои видео на моем канале. Да, и все будет тогда хорошо. Я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, что у меня есть фейсбук, у меня есть контакте, у меня есть инстаграм. И помимо этого у меня есть ютуб-канал, где нужно поставить колокольчик нажать, а до этого нужно подписаться, написать комментарий и поставить лайк. Я помню раньше, когда у меня было очень много конфликтов, все, что я вот сейчас перечислил, я делал все вот эти ошибки. И когда я проанализировал свое поведение и поведение людей, у которых конфликтов было намного меньше, я ужаснулся. Сколько я делал неправильных вещей. И когда я это убрал у себя, вот эти вредные привычки тела, да, вот это поведение, вот это все, у меня конфликты ушли, ну, не знаю, на процентов 95. То есть конфликтов стало намного-намного меньше. Попробуйте эту методику, она работает. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok